Переходим к премиям по первому вопросу повестки съезда. Отчеты задачи. Ну и что, а кто-то выступит уже. Начнем выступление. Уважаемые товарищи, делегаты съезда обращаются в первую очередь к вам. Прошу. Трибуна открыта, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Назаров Дмитрий, секретарь комитета Ленинградской организации. Я бы хотел, так скажем, выступление свое поделить на две части. В первой части хотел бы рассказать о работе Ленинградской организации, рассказать, как у нас все устроено, поделиться опытом. И во второй, несколько развернуть тему, связанную с привлечением наших товарищей-распространителей газет «Народная правда» в качестве корреспондентов и непосредственных людей, которые непосредственно контактируют с рабочими на приходных заводах. Что касается работы Ленинградской организации, комитета Ленинградской организации. С недавних пор принята практика назначать заместителей секретаря партийной организации. В связи с этим на последнем отчетно-выборном собрании, проведенном внеочередном собрании комитета, были выбраны и на очередном собрании комитета были выбраны заместители секретаря по следующим направлениям. Именно по идеологической работе, по рабочему движению и по организационной работе. Также был назначен казначей. До недавнего времени эту функцию выполнял секретарь. Сейчас у нас есть товарищ Воднева занимается этим вопросом, чем очень сильно помогает работе секретаря, разгружая, снимая некоторые функции, которые раньше были возложены на одного человека. Есть поручения в комитете по учету газет, распространяемых не только в Ленинграде, но и во всей ленинградской организации. Это тоже большая работа, которая требует времени, усидчивости и вообще внимания к партийной почте, потому что сообщения приходят из всех уголков нашей страны. Это все надо учитывать и в соответствии с одним из решений оргкомиссии ЦК направлять эти данные для публикации их в открытых источниках. До недавнего времени, опять-таки, этим занимался я, как секретарь комитета, занимался. Ну, было сложно мне это делать. Вот комитет настроен на такую работу, чтобы максимально разгружать секретаря, давать поручения товарищам, которые могли бы отвечать по каждому направлению. Вот уже пять направлений назвал. Это хорошая практика. Я думаю, что при росте численности членов партии и при наличии комитетов в организациях, эту практику надо перенимать, стараться участвовать и организовывать работу не таким образом, чтобы все висло на одном человеке, а распределять полномочия и руководящие какие-то функции среди заместителей. Значит, хочу сказать следующее, что в новом комитете Ленинградской организации присутствуют товарищи рабочие, которые заняты на больших промышленных предприятиях города Ленинграда. Именно я говорю о Кировском заводе. Вошли в состав комитета товарищи рабочие из Кировского завода. И я говорю о Балтийском заводе. В состав комитета вошли товарищи, которые заняты не непосредственно на Балтийском заводе работой, но являются работниками фирмы-подрядчика большого промышленного предприятия. Я считаю, что это тоже момент важный, потому что есть у нас разные рабочие, но вот именно фабрично-заводские такие в составе комитета теперь есть. Они работают, молодые наши товарищи. Пытаемся им рассказать, как все устроено, как все работает. Сами они тоже проявляют инициативу, задают вопросы. В этом направлении тоже двигаемся. Еще хотел сказать, что Ленинградской организацией и при участии комитета Ленинградской организации и членами Ленинградской организации, этого здесь не прозвучало, за год, за отчетный период, созданы три профсоюза. Профсоюз металлурги Тюмени, который вошел в Федерацию профсоюзов России и получил юридическую помощь от Федерации профсоюзов России в связи с известными событиями нашего товарища, который подвергся давлению со стороны руководства. Был создан профсоюз Движения, тоже в Тюмени, товарищем Завариным. И был создан профсоюз за рабочее дело на заводе «Россельмаш» в Ростове-на-Дону. Три профсоюзных организации. Были созданы два городских объединения рабочих. Первое – городское объединение рабочих, объединение рабочего города Ленинграда, которое провело открытое собрание, приняло новых членов. Товарищи хорошо потрудились, туда вошло порядка 15 человек, которые на тот момент еще членами партии не являлись, но сейчас уже заявления подали, эти заявления приняты, они являются членами партии. Думаю, что работа эта будет продолжена в Ленинграде, и, насколько я знаю, в декабре намечено очередное собрание рабочего города Ленинграда. И недавно в рамках ленинградской организации в Тюмени создано объединение рабочих в Тюмени. Также видеозапись этого собрания мы видели. Это практика очень хорошая. Я думаю, что есть у нас предпосылки для создания таких городских объединений и в других городах, которые входят в Ленинградскую организацию. Будем ожидать создания таких городских объединений и всячески их приветствовать. И, наверное, последнее, что хотел сказать по поводу работы комитета и Ленинградской организации. У меня есть такая небольшая статистика. Я выписываю партийные билеты. На данный момент, с февраля текущего года, я выписал 36 партийных билетов, из них 18 рабочим. То есть, соотношение один к одному. Это, конечно, в два раза меньше, чем то, что бы нам хотелось. Если мы говорим о привлечении на каждого нерабочего и двух рабочих, но, тем не менее, такая динамика тоже, считаю, относительно неплохая. По крайней мере, есть что показать. То есть, соотношение такое один к одному, считаю, тоже неплохо. И во второй части хотел бы рассказать и поделиться своим опытом по поводу распространения газет непосредственно в Ленинграде. Зайду немножечко издалека, поскольку не был тогда еще секретарем комитета партийной организации, работал по распространению газет в городе Ленинград, получив это задание от собрания. И сейчас являюсь ответственным за распространение газет в Ленинграде. Взяли газеты, вышли на проходную из жорских заводов, находящихся в городе Колпино, под Ленинградом, с участием одного из старейших членов нашей партии, Шабусова Константин Константиновича и молодых товарищей Сучкова, Артема и Африкамианца Евгения. И случилось так, что на проходной завода, ну я сделаю поправку, все прекрасно понимают, что когда раздаешь газеты, люди мимо бегут, ты им газету даешь, не всегда удается зафиксировать, кого ты видел, с кем ты переговорил, кому ты что сказал. Ну вот так вот я много об этом думал и вспоминал. Стоят трое рабочих с газетой, курят, ну и что-то там гутарят, что вот там вот наши такие плохие. Я к ним подошел, говорю, ну а что вы там жалуетесь, а что делать? Я говорю, ну ничего делать не будете, ничего не измените. В общем, товарищи позвонили по указанным номерам, приехали к нам в тогдашний штаб на мужество. И там было такое принято решение, по-быстренькому написать какую-то листовочку, вложить ее в газетку и пораздавать там же на проходных заводах. Я тогда это решение, так скажем, зарубил, посчитав, что вообще какая-то листовка, анонимка, она лежит в газете, какая-то не совсем понятная ситуация, не факт, что они там что-то сказали правильно. В общем, решил, позвоню и Валерию Евгеньевичу попрошу, у него там 100-150 слов напишу. Ну пусть это будет там на две недели позже, но хотя бы это будет в газете, эту газету все прочитают, узнают, про какое предприятие идет речь. И в общем, в результате там двух-трех публикаций удалось, так скажем, поймать такую волну, у товарища была ситуация, их сокращали по соглашению сторон, конечно, им дали рекомендацию не подписывать это соглашение, но тем не менее, там часть людей ушло, но остался один товарищ, который до сих пор работает на жестком заводе, и долгое время, на протяжении, наверное, полугода, снаджал меня довольно-таки такой злободневной информацией, то есть с ним удалось завязать контакт, встречался я с ним много раз, и по результатам наших контактов и предоставляемых сведений писал в газету. То есть можно взять нашу газету «Народная правда» и проследить цепь этих публикаций. И более того, скажу, что товарищ, ну, где-то там, если мы говорим о десяти выпусках, вот в год которые были, где-то порядка шести выпусков он у меня брал по сто газет, по сто газет каждого выпуска. Я, к сожалению, это не отразил вот в отчете, который предоставлял по распространению, наверное, надо было это сделать. Вот товарищ брал сто газет и относил их к себе туда на предприятие. Внутрь вот из жорских заводов, там большая площадка, он их завозил, распространял, то есть мало того, что мы стояли на двух проходных, где-то распространяя там порядка 400-500 газет за одну раздачу, если выходили вчетвером на две проходных, то еще там 100 газет стабильно туда попадало. Делал я это, ну, руководствуюсь, так сказать, своими личными ощущениями как-то, да, вот по наитию, но потом, когда вот уже готовился к съезду, почитал постановление съезда, и там вот, я не помню точно, наверное, есть постановление 25-го съезда, где сказано, что товарищи распространители должны стать еще и корреспондентами нашей газеты. Вот я считаю, что эту практику надо продолжить и каким-то образом найти в себе силы товарищам распространителям и завязать разговоры на проходных. Я понимаю, что это нелегко, что, может быть, мне каким-то образом повезло, да, но сейчас вот читаю партийную почту, я вижу, что разговоров много, но вот как-то дальше этих разговоров дело не идет, и стараюсь товарищам давать, ну, небольшие советы. Ну, вот кто-то пишет, что, вот я смотрю, стоит рабочий, там, серьезно читает газету. Я пишу лично, ну, попробуйте в следующем, вот запомните этого рабочего, попробуйте в следующий раз к нему подойти и спросить, ну, вот какая именно колонка там или вот часть в газете так заинтересовала, что вы читали. И вот на этой нелегко заведите какой-то разговор, попробуйте узнать у него проблемы предприятия, скажите, что вы можете об этом написать. Не обязательно нападать там сразу на руководство, потому что, понятно, будет какое-то противодействие, и делать это там, не подготовившись, не стоит. Но завязывать такие контакты надо, потому что, как здесь было уже сказано, в год, вот на данный момент, мы распространяем полмиллиона газет. Вот с этих полумиллиона газет, я прошу прощения за такое, может быть, непролетарское словечко, какая конверсия? То есть, сколько вот с каждого вот отданного экземпляра в партию пришло человек. Ну вот, я могу сказать, что я привел одного, раздавая на жестких заводах. Вот думаю, что эту работу можно проделать. И нужно проделать. И много сегодня об этом говорили, и Дмитрий Юрьевич об этом сказал. Я думаю, что и в постановление это войдет, что вот наша газета, газета «Народная правда» является основным средством привлечения рабочих в партию. Я понимаю, что это возможность стоять на проходных и так работать есть не у всех. Где-то есть другие формы распространения. Кто-то там увозит пачку газет куда-то в Москву, распространяет среди правящего класса, ознакомливает их. Кто-то, как наши профессора, раздают эти газетки на университете рабочих корреспондентов, они не выходят на проходные заводы. Но вот именно те члены партии, которые стоят на проходных заводах, в крупных промышленных городах, на промышленных предприятиях, распространяют их там, ну хотя бы там больше ста штук, сотни. А как мы видим, там по отчетам из Омска, там счет идет на семь, восемь сотен, там они зарастены. Это огромные предприятия. Просто огромные предприятия. И это уже очень большая работа. Ну вот, надо пойти немножечко дальше. У универсального, конечно, средства здесь такого, как это сделать, какого-то так называемого скрипта разговора, по которому он мог бы пойти, нету. Ну вот, я думаю, что это такая творческая работа. Вот, чем мог поделился, думаю, что товарищи как-то это разовьют, готов более подробно рассказать, чем-то помочь. Поэтому на этом завершу. Прошу товарищей включиться в эту работу. Ну, я имею в виду, что не включиться, так что они не работали, а посмотреть немножечко дальше и попытаться выполнить постановление 27-го съезда о привлечении в партию двух рабочих. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Алексей Чопа, рабочий, член рабочей партии России, член Центрального комитета рабочей комиссии. Хочу поделиться опытом работы нашей ячейки Свердловской. На съезд приехало 4 делегата Свердловска, двое рабочих и двое нерабочих. А сейчас в Свердловске нас 7 человек, двое рабочих и 5 человек нерабочих. Также есть группа сочувствующих, которые помогают в распространении нашей газеты «Народная правда». Поддерживают с нами связь. Пока в партию не вступили, но я думаю, что это дело времени, так скажем. По распространению газет в Екатеринбурге мы заказываем по 2000 изглевляров каждого выпуска и в принципе все 2000 расходятся по предприятиям нашего города. В среднем это около 300 газет на одном предприятии, на одном заводе. Заводов, на которых мы распространяем наши газеты, это порядка 10 предприятий на самом деле. где-то регулярно проходят. Есть около четырех предприятий, где газеты регулярно приходят и на некоторых заводах, к сожалению, нерегулярно получается, в зависимости от удаленности предприятий. Сложность в основном в этом. например, есть предприятие, оно совсем удалено и добраться туда сложно, это за городом практически. Сделали такой разовый выезд туда, раздали газеты и в этот же день был установлен контакт с рабочим, человек позвонил, сейчас эта работа ведется, общаемся, человек сочувствующий, спрашивает, как дела, звонит, хочет прийти пообщаться, как-то поделиться ситуацией на своем предприятии. Вот. И интересный опыт, то есть я вот слежу за работой и партией, как в других городах развиваются события, и для меня интересный опыт создания городских объединений рабочих, как вот в Ленинграде получилось, создание городского объединения рабочих Ленинграда в Тюмени. И я считаю, что в принципе мы готовы тоже поучаствовать в этом, создать объединение рабочих Свердловска, потому что даже члены рабочей партии у нас уже двое рабочих с разных предприятий. И также есть сочувствующие, с которыми мы поддерживаем связь. Ну и в принципе много знакомых у каждого из членов партии в Свердловске рабочих с разных предприятий. Я думаю, что этот способ, этот опыт можно использовать, привлекать рабочих к работе в объединениях, делиться опытом, рассказывать о ситуациях на своих предприятиях, как-то коллегиально, как вот это происходит на РКР, принимать какие-то решения по конкретным каким-то задачам на конкретных предприятиях. я думаю, что в Свердловске эта работа будет проделана в ближайшее время. И я призываю участвовать в этом не только рабочих, но и нерабочих членов партии по организации таких объединений, привлекать рабочих с предприятий, агитировать за это. Почему я считаю, что это интересный опыт? Потому что на предприятиях человек как бы погружен в такие комфортные для себя условия, так скажем, в зоне комфорта находится. и растормошить какие-то действия на самом предприятии. Достаточно сложные люди, как бы практика показывает. А вывести из этой зоны комфорта на какое-то мероприятие. На РКР в Нижний Новгород не всегда человек может приехать, да и это проводится два раза в год, два раза в полгода. А на местном уровне можно человека пригласить, вступить в такое объединение, где этот опыт, где можно использовать опыт других рабочих, других предприятий. То есть поддержка, общение должно происходить рабочих города. Ну, в общем, это наверное все, что я хотел сказать. призываю работать в этом направлении. Можно вопросик небольшой? Вы сказали порядка десяти организаций, до которых доходит наша народная правда. А вот одно из самых, хотя бы для примеров, самое крупное предприятие области или города название. Химаш. Оптико-механический завод. Химаш, Химаш, Уралтрансмаш, Уралмаш завод, ВИС, Верхесецкий завод. Завод имени Калинина. Завод имени Калинина, да. Ну, завод имени Калинина, там, он разбит сейчас на три предприятия. Есть, ну, собственно, сам завод имени Калинина, есть и завод Новатор. Новатор – это оборонная предприятие. Разные проходные, на всех этих проходных одного большого, вроде как, предприятия, который разбит Министерства Калинина, ведется раздача, распространение. Спасибо. Годный Григорий, член Рабочей партии России. Товарищи, у меня необычное сообщение, как бы, я хочу поделиться опытом, именно найден в профсоюзе действия инструмент, который позволяет донести повестку и вообще принцип коллективного договора до многих товарищей, то есть, пробить вот эту стену непонимания. И этот инструмент сейчас проходит обкатку, в том числе и мной. Ну и хочу поделиться опытом. То есть, основная проблема доведения повестки до коллективов, это то, что, первое, это буржуазное сознание в нашем буржуазном обществе, и второй момент, это то, что у нас очень мало времени для общения с коллективом. То есть, когда ты вспоминаешь о том, сколько у тебя потребовалось времени для того, чтобы прийти на тот уровень, на котором ты сейчас находишься, вот эти часы, проведенные в партии, часы, проведенные в коллективе, в профсоюзах, часы, проведенные на съездах, РКР и тому подобное, то понимаешь, что у тебя не знаешь, с чего начать, и постоянно возникают вопросы, что такое сказать людям, чтобы люди встали на твою позицию. И понимаешь, что этого времени очень мало, потому что садись, я сейчас буду 72 часа тебе рассказывать вообще принципы. Ну и вот найден такой инструмент, он был впервые мной замечен именно в Твери, потом этот инструмент подхватили в Пензе при заключении коллективного договора и вообще при коллективных действиях, то есть до еще заключения коллективного договора они это использовали. И сейчас используют, то есть подхватили уже более широко другие профсоюзные организации, подсмотрели, потому что профсоюз действий открыт и рассказывают, как у них это все получилось. Ну в общем, это называется, не знаю, как назвать лучше это все, но проходит это в формате соответственно ВКонтакте, в группе ВКонтакте, создается группа подслушанная и соответственно у соответствующего объединения либо организации. То есть каким образом это действует? То есть создается, например, ну во-первых ставится цель, то есть цель раскачать какое-то предприятие на коллективные действия по заключению коллективного договора, либо объединение какой-то целого региона, то есть например, я себе поставил целью объединения целого региона именно медицинских работников для того, чтобы продвигать интересы и коллективные договоры с большей отдачей именно во всем регионе, это непосредственно в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. И создается вот такая площадка, называется она, допустим, подслушана на Балтийском заводе, подслушана на Кировском заводе, подслушана у медиков Ленинградской области. Значит, создается коллектив, то есть в принципе идея настолько не новая, и вы как бы понимаете, и вы об этом слышали, но как бы казалось бы связи нет, но связь она прямая, то есть этим же пользовались большевики 120 лет назад, создавая такую газету как «Искра». Получается, что создавая данный коллектив, то есть непосредственно редакторский состав, который продвигает вот эту площадку, мы создаем коллектив и притягиваем в этот коллектив людей, которые, ну вот как здесь выражается, сочувствующие, но они уже становятся не просто сочувствующие, а они работают в плане, работают на эту идею объединения, их становится достаточно много. И каким образом мы привлекаем, то есть мы находим людей, которые есть в определенном коллективе, ну вот я конкретно в медицинских организациях нахожу, мне достаточно одного, двух, трех, они автоматически становятся корреспондентами нашей площадки, и в дальнейшем они в принципе сочувствующих уже переходят в профсоюз действия, мы их как бы принимаем так или иначе в профсоюз действия, потому что они близкие по духу и понимают, что это нужно. Тем самым образуется первичная организация, в тех организациях, которых до этого не было первичной организации. В принципе то же самое можно проделывать и на заводах, на любом заводе, то есть вот расскажу конкретный пример. Сейчас с помощью именно этой площадки, то есть послушной Ленинградской области, конкретно я работаю с четырьмя активистами, которые хотят что-то изменить непосредственно на объединении, на объединенной скорой помощи Ленинградской области. Получается, что люди постоянно дают материал для обсуждения каких-то проблем внутри коллектива, но при этом, так как у нас есть свой орган, и мы понимаем, куда надо вывести любой разговор, любая статья заканчивается именно подачей того, как решать ту или иную проблему с помощью коллективного договора. При этом площадка ведется следующим образом, понимая, что у нас сознание буржуазное, это портал делается как бы не только познавательный, но и развлекательный. То есть туда не пихаются подряд вот так вот статьи, что одна статья проблемная, вторая статья проблемная, третья. Люди обычно не очень долго сидят на таких площадках и рассасываются, и внимание теряется. Поэтому у нас принято уже по практике и других профсоюзных организаций разбавлять. То есть идет одна проблемная статья, потом идет какой-то на следующий день идет какой-то мем, ну там мем, понятно, да, что-то какая-то развлекательная картинка, потом идет на третий день идет что-то какой-то может быть анекдот, либо интересный случай, ну это просто интересно, на четвертый день вопрос по той статье, то есть идет опрос, там есть в Голконтакте есть такая тема, опросить, что вы думаете по такой и люди автоматически возвращаются к этой статье, которая была, ну на какую-нибудь тему, например, о травматизме на производстве, или как вы относитесь, как вы думаете, там, правы мастера назначают такую или иную премию, и вообще мастера ли должны назначать эту премию, то есть люди возвращаются к статье о премиях, обмозговывают это дело и отвечают так или иначе на этот опросник, в принципе мы уже понимаем, как люди тот состав, который есть в этом ресурсе, как реагируют на ту или иную проблему. Каким образом людей привлекаем именно на этот ресурс? То есть создаются активные группы товарищей, которые просто привлекают своих знакомых, либо просим привлечь своих знакомых именно на этот ресурс. То есть часто видно по сноске, кто он является на данный момент, можно запросить именно ВКонтакте, там бывает, что выдают, что это сотрудник такого-то предприятия или такой-то организации. Конкретно привлекаем их, конкретно привлекаем общественность вокруг, потому что в городе чаще всего появляются люди, есть люди, которые работают на этом предприятии, либо их родственники, тем самым создается широкий круг обсуждения проблем на этом предприятии, и тем самым мы этим пользуемся, то есть в принципе ВКонтакте предоставляет возможность пригласить до 40 человек в сутки, и через буквально месяц уже в принципе весь коллектив либо уже даже весь регион знает, что есть такой ресурс, вступают в этот ресурс, просматривают, и по той статистике, которую мы видим, там буквально за 3 месяца уже на моем ресурсе охват уже 8000 медицинских работников, но по большому счету это каждая медицинская организация уже знает, что есть такой ресурс. Злободневность еще раз достигается тем, что мы привлекаем людей, знакомых, знакомимся именно с предприятиями. Сколько это? Достаточно одного человека с предприятия, одного человека с организацией, чтобы знать внутреннюю структуру, и через вот такой ресурс привлекать именно к решению, вернее пододвигать к решению их проблем на том понимании, на котором находимся мы в партии, мы, которые посещаем Российский комитет рабочих. Вот, например, сейчас я разрабатываю, еще раз говорю, пример конкретно ТЦМК, это территориальный центр катастроф, который, в принципе, организация, которая разваливает скорую помощь в Ленинградской области, куча проблем, разговариваю отдельно с фельдшерами, разговариваю отдельно с водителями, и строю статью таким образом, чтобы направить на правильное решение, то есть, да, у нас не было во время беседы столько разговоров именно о коллективном договоре, но я постоянно возвращаюсь, а как у вас, что у вас написано в коллективном договоре, ну, и строю интервью таким образом, что он говорит, да не знаю ничего про коллективный договор, а что там должно быть, рассказывай, что должно быть в коллективном договоре. Получается, что люди, привлеченные на этот ресурс, тратят очень много времени на, ну, получается, на штудирование даже тех статей, которые написаны. Тем самым, получается, что, вот у нас есть центральный орган, да, печатный, это народная правда, там очень много материала нужно, у нас есть РКР, в котором куча нужного материала, и вот на этой площадке получается, что в течение 3-4-6 месяцев можно, в принципе, донести в основном ту информацию, которую мы прорабатываем здесь годами. Основной материал, чтобы, чтобы, понимаете, какой момент, когда вот приходишь, например, с листовкой, в чем у меня была проблема, я вот прихожу с выжимкой своего коллективного договора, я им рассказываю, смотрите, 7, все нравится, мне непонятно вот это, непонятно это, это и это непонятно, да, и вот, чтобы полностью довести вот эту выжимку, а может быть, еще что-то больше, ну, не хватает ни пяти, ни десяти, ни получаса, ни часа, ты понимаешь, что ты захлебываешься информацией, не знаешь, как это подать. А здесь получается, ты работаешь в плане, то есть, у меня конкретно сейчас есть план на ноябрь, где на мне висит 7 статей конкретных по продвижению коллективного договора, и основная сейчас задача, это вот из тех людей, которые на меня сейчас выйти, сократить актив, и этот актив, поработать с этим активом, чтобы уже конкретно люди с этого предприятия, не я, не какой-то эфемерный, что кто-то там, непонятно что, а конкретно активисты этого предприятия, возможно, даже получится организовать из них что-то, не подобие, в смысле, получится организовать профсоюз, и они, чтобы от себя выдвинули требования, и перешли уже к тому, чтобы агитировать коллектив за коллективный договор, в том числе, я им помогу написать проект коллективного договора, тем более, он уже есть у меня, но там есть какая-то специфика, просто его надо будет доработать, то есть, проект есть, который уже не проект, а коллективный договор в городе Пензе, и довести до ума, то есть, получается, что мы вот такой вот площадкой информируем о том, что есть коллективный договор, подводим под единый знаменатель весь коллектив, что мы не понимали, что с помощью коллективного договора, это вот как конституция предприятия, решаются проблемы и с КТУ, и с премиальными, и вообще с нормативами, ну, именно нормой труда, ну, вообще во всех аспектах, да, этот момент, и плюс вот этот вот орган позволяет в том числе, вот, что, на что именно напирали в Пензе, то есть, они организовали эту площадку, и те СМИ, которые следили за развитием ситуации, и вообще люди, которые в том числе вошли, не вошли в профсоюз на тот момент, они видели, что что-то происходит, и когда именно актив хотел, чтобы быстро все узнали о предстоящей акции или еще тому подобное, уже давали информацию через этот, через эту площадку подслушанную у медиков Пензы, и, ну, понятно, уже в течение часа все заинтересованные, слышали, знали, ну, там, собиралось, когда был очень правильным ходом, это именно через общественность решать эти проблемы, и большинство проблем решалось, ну, вот, в том числе и такие действия помогли из 18 человек в апреле профсоюз довести до 900 человек в августе месяце, ну, в том числе и с помощью этой площадки, когда люди понимали, что делают, как делают, и для чего это все нужно. Так что, вот, есть такой инструмент, это достаточно новое, то есть, это было введено в 19-м году, подсмотрено в 19-м году, и сейчас только получает вот такое вот развитие. Поэтому, как бы, наша партия направлена, ну, заострена на это, и я вижу в том числе и для комитетов на местах, то есть, рабочих комитетов тоже сделать подобную площадку, чтобы доводить именно то, что хочет этот комитет рабочих того или иного города, доводить свою повестку через вот подобный орган. Потому что сказать хочется много, а времени чаще всего нету. Поэтому заинтересовать, подвязать на этот сайт ресурс и проводить свою политику. Спасибо. Спасибо. Очередной раз хотелось бы напомнить, что Общественное Объединение Рабочей Партии России действует согласно всех законов, которые сегодня регламентируют работу Объединений и значит не надо думать, что ваши данные, если при участии в том или ином мероприятии будут нами где-то распространяться с какими-то целями. То есть закон соблюдается в плане защиты персональных данных. Мы не нарушаем никаких законодательных требований в этом плане. Больше того, хочу сказать, те люди по тем или иным причинам, которых не хотелось бы им, чтобы их освещали наши интернет-ресурсы или другие какие-то либо каналы или у них там брали интервью, не хотите и этого делать не надо, значит никто к этому не принуждает. Что касается того открытости информации в социальных сетях, но мы прекрасно понимаем, как люди доверяют, значит, когда, к примеру, вот человек уже сказал о своей открытости, что набираешь фамилию Бобинов сразу по всем ссылкам, его лицо появляется, также, к примеру, и к моему адресату, что нельзя сказать о тех людях, которые заведомо в социальных сетях, аватарках вместо своих лиц ставят там крокодильчиков, обезьянок или еще там кого-то, в общем, люди, понятно, что, во-первых, лично мое мнение к этому, нам скрывать нечего, мы полностью как бы открыты для всех, для того, чтобы люди понимали, кто это, что это живой человек, что он реально идет со всеми на контакт, и с другой стороны, когда человек видит, что у человека аватарка такая вот непонятного содержания, да, ну, как к этому контенту вообще можно как бы относиться, то есть, кто там за этим контентом скрывается, то есть, фейковая страница это или не фейковая, вот, так что, мы работаем согласно, не нарушая никаких законов, открыто, свободно, и, причем, изъясняемся, как бы, тоже достаточно свободно и открыто при не ставе никаких препонов, не обвиняя никого ни в чем, доводим свое мнение и до информации, так что, прошу принять это к сведению, предлагаю продолжить выступление в премиях по первому вопросу. А что ЦК задача партии? Вопрос большой, три доклада. Мигранов Марат, исполняющий обязанности главного редактора Красного Радио и, также, являюсь членом Свердловской Ячейки Рабочей Партии России. Я для начала хотел бы дополнить доклад Алексея по поводу Свердловской Ячейки. Мы в прошлом году провели еще небольшой семинар по рабочему движению, видеозаписи есть на YouTube-канале Свердловского отделения Рабочей Партии России, Свердловской Ячейки Рабочей Партии России. Также в прошлом, ну, в этом году мы произвели расчет стоимости рабочей силы для Екатеринбурга. Получилось примерно около 370 тысяч. Вот. Сделали это по просьбе рабочих, которым этот расчет, ну, как как обоснование борьбы был необходим. Вот. Что еще? Ну, тогда перейду к докладу о работе Красного Радио за прошедший год. Красное Радио Фонда Рабочей Академии это рупор пролетарской пропаганды. Нас слушают на пяти континентах. Основная наша аудитория это трудящиеся республик бывшего Советского Союза. Также много нас слушают в странах Западной Европы, США и Израиле. По статистике в месяц наше радио слушает более 5000 человек. Это по состоянию на август по последним данным это около 8000 человек ежемесячно аудитория. Что составляет примерно двукратный рост по уровню прошлого года. В среднем в день нас слушает сейчас 255 человек. Радио это потоковое вещание, поэтому есть свои ограничения ввиду того, что нельзя поставить то, что идет сейчас в эфире на паузу или перемотать на начало. Поэтому нам обратились рабочие с просьбой выкладывать наши аудиоматериалы в формате аудиофайлов. Для этого мы приняли решение публиковать наши аудиоматериалы в формате подкастов. И за год у нас было опубликовано более 1300 аудиоматериалов наших собственных с канала Фонда Рабочей Академии YouTube канал Фонда Рабочей Академии. И за это время я их прослушивала более 30 тысяч раз. Аудитория также весь мир. Растет число подписчиков YouTube канала Красного Радио Фонда Рабочей Академии. Мы там выкладываем видео версии наших аудиоматериалов. Как бы это странно не звучало, но мы этим летом переработали наш YouTube канал и сейчас у нас получаются довольно интересные красивые ролики, которые не просто информативны, но их еще интересно посмотреть. Так что рекомендую заглянуть на наш YouTube канал и посмотреть. Ну и также YouTube видео их удобно распространять в социальных сетях. Вот. И также проведена работа по регулярности выхода этих материалов на YouTube канале. Сейчас число подписчиков достигло 670 человек, что примерно вдвое больше, чем было год назад. В эфире и на ресурсах Красного радио фонда рабочей академии всегда можно послушать хорошую советскую музыку, лекции и выступления наших профессоров, членов идеологической комиссии и партийных рабочих. В еженедельной передаче «Как убивает капитализм» освещаются случаи травматизма и смерти на производстве, вызванные халатностью и экономией на безопасности труда. Выходит аудиоверсия партийных статей и авторская передача товарища Гамилаурия «Культ Просвет». Скоро выйдет новый выпуск. О важнейших исторических событиях, прошедших в этот день, можно узнать в ежедневной программе «День в истории». О ситуации сегодняшнего дня мы освещаем в программе «Новости» и еженедельном выпуске «Зарубежные новости». В обязательном порядке к ним даем комментарии с мартистских позиций. К особым событиям делаем специальные выпуски, в том числе с комментариями наших преподавателей Красного университета. Так были записаны специальные выпуски новостей с комментариями Михаила Васильевича Попова, Александра Владимировича Золотова и специальные выпуски зарубежных новостей по ситуации в Афганистане и на Кубе мы записали с Олегом Анатольевичем Мазыром. Также подготовили специальный выпуск передачи «Как убивает капитализм» о стрельбе в Пермском университете. То, что было буквально недавно «Красное радио» ведет активную борьбу с антирабочей позицией в партии, разоблачая негодяев, подлецов, которые под масками коммунистов затесались в Рабочую партию России. По вопросу, что делать рабочему классу Белоруссии, в 2020 году мы записали несколько передач с рекомендациями от членов идеологической комиссии Рабочей партии России в противовес той позиции, которой заняли ренегаты, которые, прикрываясь именем партии, пытались затащить рабочих Белоруссии на буржуазные протесты. Они предали рабочий класс и были исключены из партии. После чего наиболее рьяные защитники этих ренегатов, Герасимов и компания, безосновательно объединили редакцию Красного Радио во фракционизме. Я думаю, все помнят это дело. А дальше стали пропагандировать свои ревизионистские идеи о контрреволюции в СССР уже в 80-х, 90-х годах. Прямо на собрании Ленинградского отделения зачитали свое антипартийное обращение и попытались захватить некоторые партийные ресурсы. Тем самым, грубо нарушив партийную дисциплину, за что и были изгнаны из Рабочей Партии России. В этой ситуации в преддверии собрания Ленинградского отделения редакция Красного Радио опубликовала целую серию разъяснений от членов идеологической комиссии Центрального комитета Рабочей Партии России, которые раскрыли вопрос о контрреволюции в СССР с научных позиций. Мы озвучивали статьи решения собрания Ленинградского отделения и Центрального комитета Рабочей Партии России. Ставили в эфир выступления Михаила Васильевича Попова и других товарищей с канала Фонда Рабочей Академии. Редакция Красного Радио показала, какой слаженной и решительной может быть борьба с ревизионизмом в партии. Наша пропаганда растет. Кстати, хотел напомнить, что когда исключали Герасимову компанию, на собрание Ленинградского отделения приехали в том числе и члены редакции Красного Радио. Рабочие вот Товарищи, наша пропаганда растет и ширится, охватывает все большую аудиторию. Мы пробуем новые средства и все, мы пробуем новые средства и форматы и все это осуществляет коллектив редакции в численности чуть больше 20 человек. Мы улучшаем свои навыки, оптимизируем работу, стремимся разгрузить своих товарищей, тех, кто перегружен. Мы постоянно выходим за свою границу и тем самым развиваем Красные Радиофонды Рабочей Академии. Нам есть куда расти, перед нами стоят новые рубежи, которые еще предстоит взять, а для этого нам нужно больше нам нужно больше людей, в том числе и для создания нового сайта Красного Радиофонда Рабочей Академии. Мы приглашаем товарищей присоединиться к работе нашего дружного коллектива. Сейчас в основном коллектив Красного Радио состоит из членов Ленинградской организации. Есть товарищ из Нижегородской организации и мы бы хотели, чтобы товарищи из Московской организации тоже приняли участие в работе Красного Радио. Я думаю, у вас там найдутся талантливые люди, которым будет чем заняться на радио. По поводу того, что мы планируем на будущее. На недавнем собрании редакции Красного Радио было принято решение освещать деятельность партии, потому что партия должна подавать пример организованных действий всем трудящимся. и этот пример, я думаю, таких примеров у нас полно в организации работы партии. Вот, в принципе, и весь мой доклад. Так что, спасибо. Здравствуйте, товарищи. Лазарь Вячеслав Михайлович, Ленинградская организация. Ну, хотелось бы отметить в первую очередь, что год был очень сложным. уже товарищами не раз на это указывалось, что мы решали очень важный теоретический вопрос по поводу контрреволюции, которая произошла в 61-м году. В процессе этого обсуждения, дискуссии, значит, пришлось попрощаться с довольно большим количеством наших бывших товарищей. Но это неизбежно, потому что с такой позиции дальше вести успешную работу просто невозможно. Если мы боремся за диктатуру пролетариата, которая сама себя потом приводит к диктатуре буржуазии, то я не вижу, по крайней мере, смысла продолжать эту борьбу. Но после того, как эта группа товарищей, кто-то из них был инициатором, а кто-то по иммерции ушел, образовалась, конечно, пустота, которую нужно было заполнять. Возможно, где-то не хватало опыта, вовремя. В общем, это было сложно, это надо было пережить, и вот сейчас мы, как мне видится, начинаем выходить на новый уровень, и пытаемся организовать работу партии лучше, чем она была организована в городе. Но этому еще предстоит большая работа. И хотел бы просто рассказать несколько соображений, например, по раздаче газет, как мы знаем, это важнейший наш инструмент по привлечению партии рабочих, о создании первичных партийных организаций на производство. У нас есть ряд товарищей, которые стабильно много раздают газеты, об этом отписываются в партпочте. Но они молодцы, и это очень хорошо. Но я думаю, что нужно выходить на какой-то уровень большей осознанности того, что мы делаем. То есть нужно созвониться с этим товарищем, пообщаться с ними, разузнать, как у них проходят раздачи, какие обстоятельства вместе выработать какую-то может быть тактику, стратегию, как лучше это сделать. Например, не стоит распыляться по нескольким заводам, не закрывая полностью каждый месяц одним номером газеты, если нет достаточного количества человека, чтобы стабильно это делать. Просто для того, чтобы на одном конкретном предприятии у рабочих, которые там работают, лица наших товарищей примелькались, и они уже их воспринимали как своих, хотя бы из этих собраний. Соответственно, нужно налаживать контакт, не просто раздавать, а также как-то пытаться вместе с товарищами искать способы выхода на контакт, потому что это нужно преодолеть себя в чем-то, найти, о чем заговорить с товарищами. Например, можно для начала попробовать написать статью про конкретный завод о степени эксплуатации труда на данном предприятии. Ну и привлекать соответственно на проходных именно тем, что в газете есть про ваши предприятия статья для начала. Потом, устанавливая контакты уже с рабочими, можно уже какие-то более конкретные статьи писать, узнавая, что происходит на заводе. Таким образом, их будет формироваться сеть рабочих корреспондентов, которые работники предприятия просто будут понимать, что это про них. Конкретно про них, про их насущные интересы. И они сами пишут, и мы пишем. Также нужно пообщаться с товарищем, который еще пока не так активно раздает газеты. И тоже с ними попробовать наметить какие-то направления для работы, какие есть предприятия, сколько есть людей, кто готов раздавать, кто в принципе не имеет такой возможности. Тогда его можно привлечь к сбору информации в интернете о предприятии и так далее. Помощь написания статей. Ну и естественно надо составить ориентировочный план. У нас есть такая задача, по крайней мере намечена, что мы хотим план создать единый. Ну план не просто количество газет в год, которые надо раздавать, а по конкретным направлениям, по конкретным предприятиям, чтобы можно было как-то контролировать ход работы, корректировать его, ну и развивать тем самым. Если придут новые товарищи, допустим, мы уже партию, мы уже знаем откуда они, из какого города, мы уже примерно понимаем, куда мы их направим раздавать газеты, где это ну в общем я как уже говорил, более осознанно подойти к этому вопросу. Не только на энтузиазме отдельных товарищей, но как-то собрать опыт воедино и какую-то стратегию выработать вместе сообщать. Ну я думаю, это я говорю про Ленинградское организации, но я думаю, что Московское и Нижегородское организации тоже можно было бы подумать на эту тему. Может быть посмотреть на наш опыт, который мы собираемся реализовывать сейчас, в ближайшее время. Вот, и что касается рабочего движения, у нас были несколько примеров таких неудачных, когда боевые товарищи возможно где-то поспешили, где-то излишне привлекли к себе внимание и в итоге пострадали, временно отступили, вынуждены были отступить. Возможно, стоит как-то собрать воедино всю литературу, все видеозаписи, которые касаются организации забастовочной борьбы, составления коллективного договора, может что-то доработать, уже там старый какой-то материал какие-то коррективы внести, просто что допустим вот азбука забастовочной борьбы она ссылается на законы 95-го года, ну посмотреть какие параллели с трудовым кодексом, чтобы людей не сбивать там, ну как не сбивать, просто привести в современный вид, так скажем, все то, что есть, чтобы какая-то была единая источник информации, который легко было бы найти каждому товарищу и усвоить азбуку забастовочной дали быт, чтобы не допускать ошибок, чтобы не создавать профсоюзы, когда это особо не требуется и привлекает только лишнее внимание, что нужно создать сначала ячейку партийную из трех человек и методично, скрытно можно сказать, вести работу, подготовку, привлекать на свою сторону коллективную. Пока вот мы видим, что не все товарищи это понимают, к сожалению, но это опыт, через который нужно пройти. И у нас есть вышла недавно «Народная правда» выпуск «Наш выбор». Там газета полностью написана Михаилом Васильевичем. Взять вот это все, что есть, и для начала изучить всем, кто рвется в бой и как-то привести в какой-то вид удобный для использования и довести до каждого товарища в принципе вот этот набор необходимой литературы для начала этой борьбы. а дальше все от них зависит, естественно. Мне кажется, это чуть-чуть не хватает образованности товарищей в этой области. Ну, все, в общем, два момента, так и главное, что про газеты и про теоретическую подготовку. Спасибо. Я небольшую реплику к последнему не хотелось бы сказать насчет. Не согласен я немножко, что не хватает у нас каких-то теоретических предметов достаточно, да, то есть теоретически причем из-за чего как бы реплика возникла, то есть у вас в эмиграции организации есть товарищи уже, которые в практической плоскости работают, то есть просто на мой взгляд не теоретических познаний не хватает, а не хватает как раз вот контакта внутри уже самой организации, то есть есть те люди, которые уже принялись воплощать это все в жизнь, то есть налаживаете контакт внутри между собой и это будет гораздо более продуктивнее может быть в плане этой работы, а так в принципе вся эта информация может быть и действительно вы правы, что вот стоит там пересмотреть когда идет ссылка на нормативные законодательные акты прошлых времен, может быть актуализировать к нынешнему законодательству это действительно и нужно, но я думаю что вот эта проблема она стоит не только в Ленинградской это вообще проблема нашей организации в том, что человек сталкиваясь с какими-то допустим практическими вопросами надо вот это больше, шире что ли но освещаться то оно освещается но как-то вот видно непонимание каких-то вопросов происходит на каком-то определенном этапе работы значит надо более глубже в эти моменты значит погружаться выяснять как и чего обстоят эти дела ну и действительно уже просто если бы был бы Михаил Васильевич Попов он бы засмеялся скажет ну уже столько всего говорено и столько вы сами представляете сколько написано это же не весь литературный материал который используют то есть теоретических познаний руководств к действию уже как бы достаточное количество но нет на сегодняшний момент до самих действий то есть и призываем и товарищи причем завтра будет непосредственно такое мероприятие где люди покажут вот эту работу в действии то есть Российский комитет рабочих он и нацелен на то чтобы как ранее товарищ Дегтярев сказал теорию научного социализма сопрягать с рабочим движением то есть теории есть а воплощать и здесь просто какая ситуация у нас в организации на мой взгляд происходит то что пусть хотя бы и четверть всего рабочих да основное бремя вот этой практической работы ведь ляжет все равно на наши плечи только интеллигенты будут помогать всячески содействовать укреплять как-то способствовать но надо понимать товарищем рабочим что основной груз вот этой всей практической работы он ляжет на нас и из интересованности в первую очередь здесь надо понимать значит осознавший свой интерес здесь еще хочу запомнить не так давно в университете рабочих респондентов товарищ Казенов он поднимал две важные темы тема воли и тему бложествования когда человек осознает что он не кому-то чего-то должен а должен в первую очередь сам себе и когда человек вот эти моменты будет осознавать то есть без его конкретных каких-то действий а когда эти действия одного свяжутся с действиями другого тут уже коллективная работа пойдет мы до этого я думаю дорастем вы сами понимаете что Москва как бы говорят не сразу строилась но если уже вот эти первые шаги у нас предпосылки к этому есть наверняка и победы будут спасибо товарищ Федя Андрей Анатольевич член рабочей партии Московской организации как бы немного отчета по Московской организации о том что за отчетный период было сделано это к сожалению должен был вообще у нас горбушки в самый последний день температура горло по памяти по памяти я что вспомню скажу у нас было проведено в Москве несколько семинаров по рабочему движению в Москве несколько семинаров в электростале были сделаны видео выложены вот также распространяется газета где-то пять с половиной тысяч в месяц приходит газет вот все номера где-то на Королев приходится две тысячи все остальное Москва и еще электросталь где-то тысячу по-моему распространяется распространяется у нас проводилось где-то год целый по договоренности здесь когда был последний раз на РКР Александр Сергеевич Казенов по договоренности он приезжал раз в месяц к нам и проводил курс диалектические логики под названием логика как форма мышления и действия провел вот целый год он этот курс у нас теперь опять же по договоренности он сейчас и в Красном университете не успевает немножко и здоровье и все такое и как самая у нас успевающая это старство Аксения Федоровна она вот последний раз сама провела ну проконсультировалась с Александром Сергеевичем как провести и провела курс логики первый урок вот в принципе очень правда дистанционно она к сожалению тоже заболела и это ну достаточно все было на высоком уровне пробежались по старому материалу газеты распространяется стабильно тоже много всяких нюансов ведется статистика обменивается все опытом то есть плавное распространение у нас есть как человек сейчас предлагал у нас как бы все это все люди разбиты по секторам все разбиты и между собой связаны есть чаты распространения вот все между собой сговариваются и все происходит достаточно организованно вот распространение хорошее адгезия газет хорошее к потоку прилипает нормально где-то вот результат вот многие говорят о результатах что вот мы раздали газету и вот думаем что сейчас что-то должно произойти я думаю это как-то наивно слишком вот и есть у нас государство такое с буржуазным сознанием в головах и вот это как емкость мы должны заполнить по капле газеты и не значит что газеты прочитал человек и сразу перевернулся нужно понимать что у него в голове совсем другое вообще-то и сколько каждый человек прочитывает из наших газет тоже неизвестно возможно одну статью может быть пол статьи сколько он их должен начитать за год за два за пять чтобы что-то в голове осталось а потом еще весь его тот негативный опыт на него наложить это потому что у всех людей негативный опыт потому что ничего хорошего как бы для рабочих для трудящихся в нашей стране пока не делается в любой буржуазной государстве я думаю пока это осознание произойдет и к сожалению у нас много людей было которые так тоже часто заводили разговоры что мы раздаем газеты а нет никакой отдачи какую-то отдачу хотят прямо сейчас я пошел раздавал я вот вставал я там это целый два месяца ношу или полгода что-то не хватает люди даже у нас отчисления происходят тоже периодически у нас где-то около десяти человек да Василий Иванович за отчетный период произошло но в принципе количество членов организации Московской все равно она не упала чуть-чуть может быть даже на единицу там больше вот то есть есть и приток просто хотелось бы сказать что это долгий процесс вообще распространения газет и внедрение нашей идеи и искать какие-то другие пути ну можно но лучше их высказывать в качестве предложения бывает часто что-то не так что-то не так ну а что так вот какое предложение ну пока не знаю лучше узнать потом предлагать и вот ну нравится как Тюленев товарищ Тюленев написал в портпочте что это вот козырь наш пока газеты на проходных мы у нас нет конкурентов можно сказать и нам тем более нужно рабочее движение организовывать а не просто там завоевать какую-то аудиторию для выборов там любых там кто бы там ни было как из Уганов ходит там иконы целует лишь бы ректорат был вот у нас совсем другие цели и мы в принципе идем правильным путем и надо продолжать что-то развивать предлагать это хорошо но желательно в форме предложения действительно уже готовы каких-то а не что-то не так давайте подумаем еще над чем-то потому что на данный момент ну на мой взгляд у нас в принципе пока все так и идет в нужном направлении если что-то еще появится какая-то хорошая мысль даже здесь сегодня были услышаны какие-то про подслушать еще что-то там это хорошо давайте развивать спасибо гель павел юрьевич рабочий самары хотел сказать во-первых по поводу самары ну у нас товарищи наши раздают газеты нерабочие которые поскольку ну сами мы рабочие не всегда у нас получается раздавать например на проходных крупных производств или ввиду того что там товарищи работают на этих производствах чтобы лишний раз себя не показывать как-то прежде чем начать большие коллективные действия поэтому газеты раздаются на крупнейшем производстве у нас в городе это РКЦ прогресс это космическая отрасль где работает около ну 17 тысяч рабочих то есть это серьезнейшее такое предприятие крупнейшее наверное в городе потом раздаем на Паву Кузнецов не ошибаюсь тоже достаточно такое большое объединение тоже оборонка там в районе тоже 5 тысяч рабочих вот ну и раздавали на ТТУ пока у нас товарищи там работали вот и раздавал я раздаю регулярно как бы на своем производстве приношу газеты но поскольку там рабочих у меня не очень много я в месяц 50 газет приношу в принципе пока достаточно хватает рабочие интересуются спрашивают вот я с ними общаюсь по поводу там допустим даже статей каких-то сам веду пропагандистскую деятельность на своем предприятии на Самарской ГРЭС вот но ввиду определенных обстоятельств так получилось что я приезжал рассказывал о том что создал профсоюз сейчас к сожалению профсоюза уже нету поскольку товарищи с которыми я создавал они часть к сожалению ушла с производства часть набрала кредиты ипотеки и все люди и вот отказалась от борьбы поэтому приходится все делать как бы практически с нуля но куда деваться продолжаю эту деятельность дописываю проект прогрессивного критиного договора вот и уже как бы его продвигаю пускай какими-нибудь моментами но тем не менее об этом говорю и рабочих как бы интересуюсь что касается хотел сказать образование нашей партии в принципе я уже говорил об этом на прошлом съезде что у нас это неофициальная партийная структура но тем не менее мы этим занимаемся организовали три года назад подготовительные курсы красного сети то есть это было сделано для того чтобы молодежь которая приходит к нам либо в партию либо которые около партии находятся интересуются нами чтобы мы могли ее подготовить для того чтобы она в дальнейшем могла поступать в красный университет ну и в том числе помогать потом нам и даже вступать в партию так вот за три года проделана достаточно большая работа несмотря на то что мы до конца еще не оформились вот и в партийных документах нас нету как таковых мы есть мы работаем действуем и люди из подготовительных курсов поступают в красный университет даже отучиваются там и уже вступают даже в партию вот значит небольшая статистика как бы расскажу что мы делаем значит уже начался третий учебный год он идет сейчас и мы уже проводим лекции проводим лекции в дискорде поскольку ну опять таки отталкиваемся от реалии нашего времени приходится сочетаться с молодежью с ее временем с ее возможностями поэтому мы проводим наши лекции в дискорде поскольку это самая такая платформа которая на более известной молодежи основные лекторы это я значит это товарищ Гордевнин вот к нам тоже присоединился недавно начал очень помогать вот товарищ Пластинь Михаил это Скирова рабочий то есть по сути все лекторы рабочие вот отучившиеся в красном сетете первый учебный год как бы вот поэтому что-то мы знаем преподаем мы основы то есть это не какие-то серьезнейшие там такие труды работы но тем не менее какие-нибудь простые работы Владимира Ильича Ленина Макса мы преподаем рассказываем поясняем вот рассказываем о рабочем движении очень плотно рассказываем о том как ведется в принципе профсоюзная коллективная борьба на этих производствах и я скажу что молодежь как бы она очень сильно заинтересована в этом ну то есть интересуется и некоторые ребята молодые которым 15-16 лет они даже выбирают для себя жизненный путь становиться рабочими вот доходит до такого значит в этом году поступало 7 человек так получилось что там один наш товарищ молодой он подсуетился и нашу ссылку на дискорд бросил там одну группу молодежную в левую там начался приход большого количества молодых людей ну часть из них отсеялась поскольку они порой не понимали что они тут делают для чего они вообще туда пришли а часть осталась и вот сейчас 3 человека точно обучается то есть присылают свои ответы мы им задаем вопросы они присылают ответы мы это фиксируем вот то есть нам помогают отучившиеся ребята молодые которые так или иначе уже закончили курсы вот и уже часть уже даже закончила красный университет значит помогают также наши товарищи по партии такие как Станислав Витьевский вот значит Чурюкова Надежда Николаевна Наталья Светлана Светлана прошу прощения вот и сами молодые ребята Петр Гамилавури тоже на раз помогает то есть помощь есть как бы мы работаем действуем развиваемся значит ну опять таки приходят разные по возрасту тоже мы смотрим в зависимости от знаний в зависимости от возраста если человек молодой пришел и как бы он понимает какие-то азы марсизма и ленизма и направляем его сразу в красный университет если же он не понимает что-то ему нужно вот курсы пройти мы его оставляем на курсах также например есть интересующиеся например глубоко изучать капитал либо глубоко изучать науку логики то есть мы заинтересовываем им интересно сами мы не беремся это делать потому что все-таки мы сами изучаем но у нас есть кружки любители гигельской диалектики есть кружки по капиталу мы отправляем их туда это что касается образования молодежи еще один момент который я бы хотел сказать о котором я не говорил я общался с Михаилом Васильевичем летом приезжал в Ленинград и тоже сказал ему эту тему интересную я историк по образованию и так получилось что это не просто такая образование я интересуюсь историей изучаю ее и мы с товарищем где-то примерно года 2-3 назад организовали военно-исторический клуб где мы участвуем в военно-исторических реконструкциях определенных событий сейчас как правило Великой Отечественной войны мы в принципе изучаем историю и стараемся продвигать ее истину то есть историческую истину и в том числе привлекаем молодежь не только для того чтобы они тоже как бы в этом участвовали то есть клуб состоит из в основном там только 2-3 человека не в партии в нашей рабочей а остальные все из рабочей партии России мы помимо того что мы занимаемся историей что мы делаем мы приезжаем на вот эти военно-исторические реконструкции и потихонечку с людьми общаемся агитируем их в партии в Красный Университет и скажу вам что срабатывает потому что среди реконструкторов что неудивительно огромное количество рабочих и как бы есть платформа для того чтобы можно было с ними общаться и их агитировать за то чтобы они этим всем интересовались то есть да там не сразу получается люди конечно же немножко начинают то чтобы удивляться где-то шарахаться где-то но как бы когда мы с ними плотно общаемся объясняем им основы то есть они начинают понимать и прислушиваются часть какая-то в этом даже году от реконструкторов поступала в Красный Университет я не скажу кто фамилия но эта работа ведется может быть не так масштабно может быть не так как-то афишировано но мы ее ведем чтобы партия знала об этом по молодежи и по исторической такой части спасибо у меня все значит начать я бы хотела по поводу СМИ представления а да Полина Сергеевна Кошкина член вербочей партии России Ленинградской организации погромче погромче значит по поводу СМИ по поводу давайте начнем так с газет значит во-первых вот что если вы хотите товарищи рабочие чтобы рабочие с производства писали в газету то первое что вы должны сделать написать туда сами невозможно ждать от менее прогрессивных рабочих того поведения которое требуется от вас ну как бы то есть вы ну как бы понятно да вы на один уровень ставите но этого но этого не будет хотя есть рабочие которые например из Нефтекамска которые откликнувшись на наши материалы и видео и в газете они написали ну как бы написали несколько материалов но опять же как бы вопрос качества этих материалов то есть то что они напишут это нужно еще ну ну это это вот на уровне того что там ну они вам напишут что все плохо да мы тоже знаем что все плохо вот если вы то есть а вы в своих материалах только вы в своих материалах можете тянуть их в то что делать вот что важно а они этого не знают они вам просто опишут ситуацию вот и один из вариантов который я вижу сейчас это значит ну назовем это контактная форма то есть чтобы рабочие могли задать вопрос ну анонимно условно я я еще точно не придумала всю цепочку ну по типу наводишь на QR-код и ты можешь просто вопрос написать и тебе ответят в газете развернуто в твоей ситуации то есть типа того что на рабочего например брак хотят кинуть чтобы он заплатил вот то есть а вы им пишите так-то так-то есть какая-то бумага то есть есть какая-то форма значит можно вот так вот сделать вопрос-ответ да 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 вот такой как бы вот вопрос-ответ потом значит товарищ Егорчик насколько я помню вчера мне сказал что нужен ликбез вот ликбез прям прям такой короткий понятный простой по типу того кто такой пролетарий ну то есть чтобы чтобы в голове складывалась вообще какая-то какая-то цепочка умозаключения вот сейчас я еще подумал ага вот по поводу нефтекамска собственно вот вы понимаете мы мы с товарищами работу такую проделали по расчету степени эксплуатации там ну вот это все мы много там материала прям вот на целую полосу сделаю вот реакция была такая молчание и высказочники так не может быть вот то есть ну без непосредственного контакта тут не обойдешься вот и есть такой момент вот например у нас да в нефтекамске есть товарищ ну я например приезжала для раздачи как раз вот этого вот этой газеты где это все было написано и мы раздавали там еще некоторые сочувствования так вот проблема в том что не всегда есть доступ к тем кому вы хотите написать ну то есть вы хотите о каком-то предприятии написать вот а у вас туда никто выйти не может то есть вот это надо все учитывать то есть ну как бы товар должен быть произведен и доставлен вот и тут такая же ситуация то есть если это не доставлено это ну не имеет смысла вот вы прям всю цепочку то есть когда вы пишете когда вы например там не знаю мне пишете что Полина нужно рассчитать там нужно подумать мы хотим связаться с рабочими такого-то завода это для меня значит что вы это те люди которые пойдут туда и будут говорить то есть вот реально как корреспонденты что вы будете стоять как мы стояли как мы стояли унифаза и говорили что мы написали про ваш звук мы говорили это каждому вот как бы это ну серьезная работа как бы может быть единичный опыт не показатель но значит есть там ну сочувствующие на этом заводе они сказали что прочитав этот материал рабочие ничего не поняли они не поняли зачем могут работать меньше они не поняли то есть не ждите того что один материал то есть вам нужно продумывать серию вот один материал не поможет волшебство как бы не работает вот так ага и еще про сми значит товарищи главные редактора осознайте пожалуйста что вы работаете в сфере монополии и что если вы будете взаимодействовать и все вместе бить в одну точку это будет лучше чем есть сейчас сейчас у вас планы как бы они разные я это говорю поскольку я знаю план редакции красного радио знаю план редакции газеты и план ну как бы и материалы те которые выходят например на сайте московского отделения фонда рабочей академии я все это увидела это надо связать это все нужно взять то есть вот эта вся тема с централизованным планированием она прегрессивная и но но если вы не будете общаться взаимодействовать и ставить общий план как бы ничего не будет останется все как есть значит а да про предложение вот и какие-то новости с приходных я понимаю твое рабочее что у вас не такая ситуация как у интеллигентов вы не можете там нельзя выделить час времени в период рабочего дня вот просто чтобы обсудить что-то да и после работы тяжело вот но пожалуйста ну то есть написать материал у вас как бы не всегда время есть вот это я все понимаю для этого буржуазия придумала значит голосовые сообщения вот вы просто берете записываете мне голосовуху и отправляете хоть куда я есть вконтакте я есть ватсапе вайбере хоть как мне без разницы то есть что-то происходило какой-то вопрос волнует и так далее вот так ну по этому вопросу пожалуй то наверное и все ага и кадровый вопрос кадровый вопрос на самом деле он касается не только газеты но и как бы вообще всех редакций которые есть и например у нас есть товарищ Витерский который один ведет колоссальную работу в соцсетях и его нужно разгружать вот также значит в редакцию в редакцию газеты я говорю пожалуйста пожалуйста обращайтесь я вас научу всему что я умею у меня как бы нет другого выбора я некоторые вещи сейчас научу сделать сама ну блин как бы меня никто не учит вот кто нужен значит я писала об этом на партийную почту начнем с конца с того что добавляли значит нужны помощники на сайт фонда рабочей академии да редакторы дизайнеры вот то есть это очень важный момент работы потому что это основной наш сайт который люди находят сейчас когда вы забиваете фоторабочую академию как бы один из первых вот дальше Стас Витевский занимается тиктоком и казалось бы что площадка это ну ну такая не очень нам подходящая но на самом деле отклик есть и много подписавшихся есть много я точную цифру сейчас не скажу вот и где они сидят эти плюсы порядка значит туда нужны те кто минимально владеет монтажом или хочет научиться работа простая то есть ты обрезаешь ну там не знаю часовой ролик до минуты ничего такого вот дальше на красное радио Мират Фаритович сказал что требуется вот и газета корректоры редакторы верстальщики если есть вот и очень очень красному радио нужен сайт пожалуйста дорогие товарищи помогите мы никак не можем справиться у нас есть даже прототип я знаю какой сайт должен ну то есть какой сайт является прототипом я просто не умею кодировать я могу все нарисовать все спасибо здравствуйте здравствуйте товарищи меня зовут Дмитрий Максим Денисович член рабочей партии россии ленинградская организация также являюсь членом рабочей комиссии центрального комитета и поэтому хотел кое-что что от нас ускользнуло доложить и тем самым возможно воодушевить съезд и товарищей вот тут говорилось о том что нам возможно не хватает каких-то действий нам не хватает побед но победы были о них писалось в газетах говорилось на красном радио и я с радостью в сердце хочу до вас их доложить проведена одна успешная забастовка за повышение условий труда на предприятии товарища контрренция проведена успешная приостановка работы за соблюдение правил охраны труда в том числе и соблюдая рекомендации российского комитета работы рабочих об этом на петербургском тракторном заводе в Ленинграде проведены с помощью РПР успешные коллективные действия на предприятии Салют все это было сделано но как-то сейчас от нас это ускользнуло а это же самые важные вот эти вот шаги которые рабочее движение начинает и начинает делать более сосредоточенно более спокойно более планомерно если раньше мы не могли даже такими похвастаться возможно действиям то сейчас их становится больше и уверен что открывая новый отчетный период новый год обогатившись опытом обогатившись кто-то теоретически кто-то уже практически увидев действия товарищей они начнут еще прибавить копилку этих славных побед славных подвигов чем еще сильнее дальше постигнет дальше рабочих и интеллигенции в общем-то у меня все спасибо золотов александр владимирович сопредседатель организационной комиссии товарищи я не делегат съезда но я выполнял поручение съезда вот я анализирую анкеты и хочу воспользоваться правом этим и еще такое чем сказать сначала об анкете да значит статистика такая вот у меня количество ответов 21 поэтому не знаю 24 делегата звучало или кто-то не заполнен или не доехали значит из них значит по мужчин 20 человек значит женщина одна да Полина Сергеевна ну вот ее здесь представляли как члены редакции я хочу проинформировать вообще-то что она заместитель главного редактора газеты народной правды то есть такое решение да которое я принял Полина Сергеевна уважала поэтому у нас теперь в составе народной правды есть главный редактор есть первый заместитель главного редактора Валерий Евгеньевич Лещук и два заместителя Михаил Алексеевич Попов и Полина Сергеевна поэтому с ней поосторожней очень не кредую прислушиваться к тем пожеланиям как она говорит она в списке сейчас пишет людей кого куда значит вот такой делегат у нас ну и значит здесь группировка по возрасту до 30 лет 4 делегата до 40 лет 11 делегатов до 50 лет 3 делегата а старше 50 до 60 тоже 3 то есть преобладают совершенно молодые люди нашей партии это первый съезд где ни одного делегата нет из числа учредителей партии но тем не менее очень приятно хочу отметить они здесь присутствуют представители контрольной комиссии спросили Иванович Шишкарев Владимир Михайлович Кудрябцев и поэтому они с нами вот так вот мы это обсуждали Владимир Михайлович это нормальный процесс потому что уже прошло с учреждения партии если брать 93-й год то почти 30 а если брать 91-й год когда создавалась Российская Коммунистическая партия это уже точно 30 вот она в ноябре создавалась в славном городе на Свердловске и вот здесь те кто принимал активную участие в этом создании а вообще-то рабочая партия России это продолжатель дела Российской Коммунистической Рабочей Партии давайте это правильно понимать потому что те кто вроде бы сохранили вот преемство названия на самом деле далеко ушли и в программе и в организационном строении и в тактике ну и в результатах тоже поэтому на самом деле мы преемники и Российской Коммунистической Рабочей Партии это еще большой вопрос для историков в последующих с какого момента вести отчет учреждения нашей Рабочей Партии России ну это для следующих так сказать съездов и для последующей истории и так преобладает молодежь значит ну так сказать тогда интересный вопрос а по партийному стажу как идет распределение вот у нас тут много было с момента учреждения с 94-го по 99-й с 2000-го по 2005-й с 2006-го по 2011-й ничего здесь нет уже может придется в следующий раз подумать о том надо ли так все это указывать с учетом того как развивается наша партия значит поэтому партийный стаж датируется с 2019-го года по 2019-й большой такой достаточно интервал 13 членов партии в 2020-м году вступили в партию 4 человека и в нынешнем году из числа делегатов я имею ввиду 4 человека но поэтому среди делегатов самый большой партийный стаж имеет не самый такой возрастной человек это Кирилл Валерьевич Юрков представьте с 2019-го года это уже считается самым большим партийным стажем интересно так и есть значит дальше что касается квалификации нас интересовал прежде всего коллекционный разряд рабочего третий разряд имеет 5 делегатов рабочих четвертый разряд 4 пятый 2 и шестой 3 то есть в общем наши делегаты это не просто политически активные люди рабочие имею ввиду это люди и квалифицированные что также необходимо для того чтобы засушить доверие товарищей вот ну и кроме того у нас в работе съезда участвуют два делегата с учеными степенями это вот Кирилл Валерьевич Юрков кандидат технических наук и Денис Борисович Дегтярев кандидат медицинских наук но я понимаю что была бы еще и Ксения Федоровна старца но вот она болела она была избрана на съезд а так у нас было три делегата с учеными степеня значит задавался вопрос о том на каких предприятиях работают рабочие да по численности рабочих именно значит распределение такое до 50 рабочих на предприятии один делегат рабочий имеет сведо до до 150 от 50 до 152 делегата От 151 до 500 рабочих 6 делегатов, до 1000 рабочих 1 и свыше 1000 4 делегата. Но мы понимаем, что крупные предприятия, конечно, это свыше 1000, так по большому счету представлены у нас такие делегаты, но основная масса на предприятиях, которые меньше имеют численность рабочих, это отражает вообще состояние нашей еще и промышленности. Как она вот пробилась, но тем не менее, есть и те, кто работает на крупных по современным меркам предприятиях. Значит, группировка делегатов в зависимости от обучения в Красном университете. Окончили Красный университет 11 человек, учатся в Красном университете 6 человек, планируют учиться 1 человек, и того это уже будет 17, и преподают в Красном университете 2 человека. Вот такой. Практически все делегаты имеют отношение к Красному университету. Что мы всегда и ставили задачи, что все должны учиться, но те, кто учился уже неоднократно, те уже и преподают успешно. Два преподавателя. Я думаю, знаете, кто эти преподаватели. Товарищ Эльгисерев и товарищ Юрков. Распространение газет. Ну вот шаг сделали больше в этом году, по 500, но чувствуется недостаточно, потому что, значит, распространяли до 500 экземпляров 2, за год имеется в виду человека, делегатов съезда, до 1000 экземпляров 3, от 500 до 1000, 3, от 1000 до 2000, 8 делегатов, и свыше 2000 тоже 8 делегатов. То есть большинство наших делегатов, делегатов нашего съезда активнейшие распространители печати. Ну вот по анкетам судей, значит, у нас тут лидеры Михаил Анатольевич Егорчев, 12 тысяч. Я так понимаю, что ему в спину дышит товарищ Антипов, значит, товарищ Федин тоже. Но вы на двоих разложили как-то вот с кем-то. Ну как, я же с помощником, не на Куренкова со мной. Ну понятно, поэтому так у вас тоже 12. Там потока 2-3, столько 15 малыша. То есть это вот люди, которые за 10 тысяч персонально. Ну, думаю, что на этом же уровне где-то находится присутствующий здесь сзади еще Дмитрий Иванович Афонин. Я специально упомянул, что это организатор не только распространения в Нижегородской области, который персонально уже, ну, думаю, что 12 тысяч, я так думаю, что и больше. Но Дмитрий Иванович никогда не признается, он всегда пишет эти распространители. Тот сначала укажет того, кто к этому делу причастен, а вся последняя. Вот такой человек. Ну и, кроме того, Дмитрий Иванович это человек, который ведет учет распространения, он представил очень ценный материал по распространению печати. Я его частично хочу тоже использовать сейчас в своем выступлении. Ну, если теперь вот о том, что звучало в отчетном докладе, я бы хотел вот остановиться на работе нашей «Идеологической» тоже, поскольку я главный редактор «Новольной правды», меня это тоже теперь очень касается. Ну, всегда касалось, конечно. Первое, что я хочу отметить, вот, значимость того, что делается по решению «Идеологической комиссии», это выпуск, подготовка и к изданию, и издание, пока в электронном виде, собрание членов Михаила Васильевича Попова. Вот это, когда эта работа началась, ну, так, конечно, мы предполагали, что на это имеет значение. Когда она началась, мы поняли, что это имеет очень… это имеет коренное значение. Это имеет коренное значение. Почему? Потому что вот Михаил Васильевич Попов, вот теперь видно в масштаб его теоретической работы, это прямой продолжатель дела, так сказать, Леонид и Сталина в теории, да, и какая партия успешна в мире, которая возглавлялась, так сказать, теоретиком Владимировичом Леонидом и все остальное, это вот некоторые повторения советского опыта. Не только потому, что был успешный, а почему был успешный, а потому что был Ленин, и как теоретик, и все обращаются, и ссылаются, и так далее, и так далее. В этом смысле вот значение передовой теории ничем не заменимо. Ну и понятно, что мы с вами осваиваем Ленина, все это мы знаем, и томают, так сказать, читают, и трещат. Это замечательно, это необходимо. Но Ленин не все сделал из того, что актуально для нас. Даже вот мы оказались в условиях капитализма, и придется делать синтетическую эволюцию, возрождая советскую власть, казалось бы, смотри, что сделал Ленин, да, и читать. Обязательно надо читать. Но он не все сделал. Вот у него есть замечательная работа, государство и революция. Замечательная работа. И у него там есть, и обратили внимание, что это незаконченная работа. А на чем остановился Ленин? Значит, опыт советов. Вот, вот, что хотелось бы, вот то, что, да, вот то, что, да, здесь богаче, потому что он имел опыт советов 905-го года, и начало 17-го года, Паладимович Ленин. Но поскольку закружилась, значит, вот эта вот круговерть уже непосредственных действий революционных, то чем эта глава, с чем этот заголовочек сопровождается, что лучше опыт проделывать, чем о нем писать. Ну, так он не описан, не осмыслен. А раз не осмыслен, в 1936 году мы и получили такую штуку. То есть, если вы теоретически не закрепите достижение рабочего движения, очень легко потерять это достижение. И вот эту задачу, задачу закрепить все достижения, выполнен в решающей степени Михаил Васильевич Попов. Значит, если говорить о том, что нам предстоит сделать, нам предстоит и возродить советскую власть. Вот теперь, благодаря работе Михаила Васильевича, мы знаем, что для этого надо сделать. Вот надо вести забастовочную борьбу, будут возникать стачкомы, объединения стачкомов, это будет как представительный орган советов, и так мы это, так сказать, построим. Вот тем самым, вот это, так сказать, разбито совершенно идиотское представление, которое пытались все время приделать к нашей партии, что вы занимаетесь экономизмом, потому что вы забастовка, хазартной плате, так вы, если этот путь не пройдете, возражение советской власти, вы никогда советскую власть не получите. Это надо было теоретически осмыслить и сформулировать. И теперь нас это никто не собьет. Так как вы, значит, просим забастовочной борьбы за советскую власть, так вы какую власть хотите? По названию вы уже имели такую. И что это будет? Будет форма дикатуры Патриарна. А простите, буржуазии. А если вы хотите иметь советскую власть вот так, как должна быть операция на троновые коллективы, какие, борющиеся, ну тогда, извините, без сатачки вам никак не обойтись. Ну и когда читаешь с этой точки зрения, я уже по-новому читаю. Вот читаю статистика, значит, забастового. Где Ленин пишет, вот в 905 году латышские, значит, рабочие по 5 раз каждый в среднем участвовал в забастовке. Каждый. А рабочие в 905 году российские, а не только из Латвии, значит, металлообработки, это была ведущая тогда отрасль, самая передовая с точки зрения организованности рабочего класса, больше одного раза участвовали. Каждый рабочий из несколько ста тысяч. Больше такой всплеск. А дореволюционный период это 60 тысяч участников забастовок. Ну, теперь понятно, как. Вот теперь понимаешь, что означало этот всплеск зубастовочной борьбы и почему он приводит к советской власти, да? Конечно, не приводит, а тут уже приводит самостоятельно, а партия это закрепляет. И теперь уже сознательно будем за это бороться, и мы понимаем, а что так у нас долго, как-то вроде мы чувствуем, что вроде не особенно, как-то быстро все растет, не очень-то советы формируются. Ну, товарищи, ну, когда будет у нас в среднем на каждого рабочего одна забастовка, новые советы будут, не сомневайтесь. Ну, нет пока такого движения. Мы пока еще живем в период, который, да, наверное, контрреволюционный период завершился, но революционного подъема еще и нет. Поэтому вот надо делать ту работу, которую мы и делаем. Такую работу, говорит Ленин, значит, вопрос и теория уходят на первый план. Вот мы ими занимаемся. Вот сейчас самое время заниматься тем, чем партия стала заниматься. Да, это вот касается, что касается на перспективу возрождения советской власти. Вот вам обоснование теоретической нашей программы минимум нашей партии возрождения советской власти, я напоминаю. А дальше мы должны обеспечить борьбу за перерастание социализма в полный коммунизм. А с кем бороться? Люди, вот на что наткнулись. Наткнулись уже в середине 30-х годов, когда выяснилось, что все классы эксплуатации биты. Так бороться-то не с кем, никто же не противостоит. Ура! И вот эта идея общенародности уже того, что приплыли, она звучала как-то. Хотя никто не отменял диктатуру Петриарту, но понимание того, с кем бороться, ну тогда будем бороться со всяким там, с теми, кто делает какие-то вещи неправильные. Так вот, без того, чтобы мы изучили гениальную работу Михаила Алексеевича Попова, полномерное решение противоречивая развитие социализма как первой фазы кумунизма, мы никогда эту борьбу правильно не организуем. Не будет там борьбы класса на класс. Там будет борьба рабочего класса с, сказать, линией, которая простоит рабочему классу, в том числе среди самих рабочих и нерабочих тоже. И носителем этой линии может выступить каждый, потому что это борьба за коренные интересы рабочих против интересов с теми минуты. Вот вы сейчас боретесь с этим. Вот вы останавливаете сверхурочные, говорят, не ходите сверхурочные, не ходите, потому что у вас коренные интересы ваши страдают, вы не можете политически организоваться, у нас нет времени, вы себя губите здоровье, а люди идут. Разве это не их интересно, они же вам объяснят, вы вырываете кусок хлеба у нашей семьи, потому что я в сверхурочном хоть что-то заработаю. Разве это не борьба между побочными интересами и коренными интересами рабочих. Иногда она принимает борьба очень резкие формы. Вот Ленин говорил, что надо бороться с мерзавцами, теми мерзавцами сурмских рабочих, которые смотрят на государство политарское по-старому. Не вырывать побольше, дать ему поменьше. Мерзавцы рабочие. Если они противопоставили себя рабочему классу, своему же классу, они мерзавцы, и с ними бороться надо диктаторски. Но они рабочие уж, я не хочу сказать, что только рабочие, так они рабочие, у них еще больше оснований так себя вести. И вот такую борьбу очень сложную, которая протекает среди своих, в том числе у людей с партийными билетами, предстоит вести, и вести ее можно только глубоко разбораживаться теорией. А эта теория, я еще раз говорю, теория противоречия и борьбы за их совершения, пропущена в одной единственной книге во всей мировой науке. Ну и понятно, что и дальше идет, и надо, так сказать, глубже это понять, и так далее. Вот чем стали заниматься товарищи наши в нашей партии. То есть это, вообще говоря, если хотите, это для всего мирового рабочего класса. Потому что нигде больше подобного ничего нет. Ничего нет. Поэтому вот мы, конечно, с вами должны теперь это включиться, читать работы, работы непростые, но, тем не менее, вот надо будет осваивать. Потому что только при условии успешного освоения мы решим задачу возрождения советской власти и развития социализма в полном смысле. Ну вот, поэтому я бы просто хотел понять, что мы с вами здесь принимаем решение, и что сделано, значит, работа такая не рутинная, необычная, просто еще одно дело. Да, это еще одно дело, которое меняет картину теоретической борьбы принципиально. принципиально. Ну и второе, я хотел бы еще о чем сказать, вот, о нашей газете. Значит, благодаря статистике, которую ведет Дмитрий Иванович Афунин, она не полная, к сожалению, да, я думаю, что, товарищи, обратите внимание, пожалуйста, что Дмитрий Иванович это не от себя ведет, не для себя ведет, ему такое поручение дала, так сказать, организационная комиссия по согласованию с логической комиссией, поэтому, пожалуйста, посылайте информацию в том виде, в каком есть, потому что дальше идет очень большая сводка. И кое-что выясняется из этой статистики, что наши газеты по неполным данным распространяются на, распространялись или распространяются на более чем 200 предприятиях. Если мы, а я так понимаю, что мы ходим раздавать газеты на предприятия достаточно крупные, потому что как-то на мелких, это, ну понятно, что это просто не так эффективно. Значит, если предположим, что там где-то по 2000 рабочих в среднем, работников, мы имеем дело тогда с общим количеством 400 тысяч. Из них не все рабочие, и газеты тоже берут, не только рабочие, но берем, значит, где-то 360 тысяч рабочих, до которых доходит наша газета, с которыми имеем контакт в виде нашей газеты. Много ли туман? Ну, это приблизительно каждый десятый, каждый десятый рабочий из фабрично-заводских рабочих. У нас не так много теперь рабочего класса фабрично-заводского. Но, тем не менее, это миллионы, там, 3-4 миллиона можно там обсуждать, ну, приблизительно каждый десятый. Да? Уже неплохо. Но, другое дело, что понятно, у нас ведь 40 тысяч экземпляров, да, значит, каждый десятый, там, это, 300 тысяч. Не все читают, значит, пока мы, ну, будем считать, что половина из тех, кто работает на этом заводе рабочих, все-таки видит нашу газету, это где-то порядка 150 тысяч. 5 процентов, да? 5 процентов людей, которые наши газеты читают. много или мало. Но с чем сравнивать? Если берем, отматываем, скажем, на 15 лет назад, тираж нашей газеты бывал 5 тысяч с периодичностью изданий раз в год. Я не думаю, что вы, двигаты, товарищи, будете упрекать наших членов партии и рабочих. Потому что были годы, когда было 7 рабочих в нашей партии при общей численности 29 человек. Это было вот 15 лет назад. Вот что могли, то делали. Сейчас масштаб такой, что, ну там-то уже ниточка была очень тонкая. Сейчас такая ниточка достаточно осязаемая есть. Но тем не менее, тем не менее. Можно сказать, что мало, все-таки, поскольку 5 процентов. Я думаю, сказать, что задачу-то решить мы газеты каждого рабочего никогда не охватим. И не в этом задача. Почему? Ну, кто берет нашу газету? Ведь проходит очень многие. Вы знаете, рабочие проходят тоже мимо. А кто берет? Это, видимо, наш товарищ уже. Это некоторые передовые рабочие, которые имеют интерес в газете, да, не бояться взять публично и принести, и принести, не бояться. То есть, это передвиги рабочих. Так партия-то с кем может прежде всего контактировать и на кого влияние? На передвигов рабочих. А Ленин всегда говорил, что, значит, рабочий класс делится на передвигов рабочих, которые всегда меньшинство. Они активны, они такие, они... Значит, дальше середняки, которые близки очень передвигам, но еще они вполне дотягивают. И основная масса, которая в обычное время спит. Но когда начинается революционное движение, подъем, тогда переверки, значит, идут активные середняки за ними и за ним, к ним присоединяется вот эта спящая масса. Поэтому наша с вами задача газеты дойти до рабочих передвигов. Если вот такой счет вести, да, каждый десятый где-то передвиг мы пока дошли до каждого двадцатого. То есть, тут немного еще надо дожать. Уже немного. Так, на самом-то деле. Вот так вот необозримое. Ну, ну, сколько? Ну, я так думаю, что надо в тираж газеты довести до ста пятидесяти тысяч. Сто пятьдесят тысяч. Для того, чтобы регулярно отдавать на предприятие, более регулярно, потому что где-то приходится вот так, что на одно предприятие несколько раз выходим в год, а на другое предприятие при таком тираже разочек, то есть, нерегулярной связи. Вот сто пятьдесят тысяч газет. До этого надо довести. А как до этого довести? Ну, конечно, тут нужна. Нужна Роспартия. То есть, если у нас двести человек решает эту задачу, сорок тысяч распространять. Хотя понятно, что когда если мы разделили вот сорок тысяч на девести, ну, не так уж и много было бы. А как же я читаю, вообще горше девнадцать тысяч. Это значит, что есть люди, которые близко к нулю из членов наших партий. Ну, кто-то по-русски, ну, по-русски, а кто-то как-то. Это тоже предельсация. Почему так? Почему так? Ну, тем не менее, если опять попросить, то если наша партия в четыре раза вырастет, то мы эту задачу решим. Какую задачу? Задачу прочной регулярной связи с передвигами рабочего класса. То есть, связи с рабочим классом. Ну, и, кстати, Дмитрий Ильич, говорите, счет идет на миллионы. Вот если мы будем выпускать по 140 тысяч и умножить на 19, это будет уже по 2 миллиона. Это будет миллион экземпляр. Я сейчас говорю, что никогда столько и не было. Правда, перед революционной 40-60 тысяч. Но она, правда, не по всей России ходила, не каждому заводу, она в основном концентрирована в Петрограде и в Москве. Поэтому концентрация, конечно, была там выше. А мы рассчитываем на всю Россию. Так что, уважаемые товарищи, я с оптимизмом смотрю, вводящие. После того, как мы прошли ситуацию, когда было 4 тысячи один раз в год, мы имеем теперь уже 500 тысяч с выпуском ежемесячно, но такая партия наращивает, так сказать, обороты. Ну, вот мы успокаиваем стерпы себя. И понимать, что дальше идет вот некоторый скачок качественный. Когда вот эти ступени достигнут, тогда мы сможем с вами быть партией класса. Партии, способные вести за собой класс. Я к чему это говорю, что ли? Товарищи, в общем, ситуация-то близкая, давайте поднажмем. Да, надо приводить рабочих. Ну, как, по 4 раза до 800 человек. Мне, конечно, грущу, потому что съезд уже в этом зале не провести будет. Ну, что моя грусть по судьбе партии? Найдем, наверное, помещение, да? Вот лучше вот давайте такие проблемы мешать искать новые помещения, чем проблемы. Как нам довести до 160 тысяч, там, 150 тысяч тираж нашей газеты ежемесячной? И, значит, как нам это довести? То есть, партии в тысячи человек способны уже иметь прочную связь с классом и, так сказать, вести класс. Вот такую задачу, вот кто сказал, что это не обозримый? Очень обозримый. Потому что, ну, конечно, мы не всегда понимаем это, потому что 15 лет назад мы как-то даже не знали, когда это будет, у нас 200, уже и не думали. Знаешь, надо держать позицию, вот тяжело, там вроде мало, туда-сюда, надо держаться и держаться, и держаться. И вот спасибо первому поколению рабочих, и них с нами уже нет, они эту позицию продержали. Вот пришел приток новых сил. Ну, так, товарищи, давайте за собой ведите остальных, и мы с вами большую задачу решим, историческую задачу, историческую задачу. А что это означает, что мы решим? Значит, мы уже решаем ее, мы этой дорогой ведем, вот, по отчету это видно, но надо продолжать эту работу еще активнее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ